Новости 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 Заменено 9,8 километров ветких электрических сетей. Выполнение мероприятий по ремонтным и институционным программам позволит обеспечить надежность электрособжения города и снизить количество аварийных отключений. А у Старопольбургаз обеспечена техническая готовность сетей газораспределения протяженностью 1035 километров. Обследовано качество изоляции подземных газопроводов протяженностью 238 километров. Удостоверившись в том, что город готов к наступлению холодов, депутаты городской думы и члены администрации краевого центра перешли к рассмотрению следующей темы, а именно к предоставлению социальной поддержки семьям с детьми. Согласно указам президента Владимира Путина, одной из приоритетных задач должно быть обеспечение прироста населения. Как звучало в зале заседаний думы города Ставрополя, для выполнения указов в городе предусмотрен целый ряд мер и направлений. Сегодня бюджеты Ставропольского края города Ставрополя имеют выраженную социальную направленность и большая часть выплат приходится на поддержку материнства и детства. Только в этом году на эти цели предусмотрено более 600 миллионов рублей. Сейчас иметь в семье двух и более детей стало устойчивой тенденцией. И за последние пять лет детское население Ставрополя увеличилось на 17%. Ставропольским семьям предоставляются 24 вида пособий и компенсации, что выше, чем во многих регионах Российской Федерации. Поддержка горожан с детьми – самое основное направление распределения средств. Как неоднократно звучало, бюджет краевой столицы можно уверенно назвать социальным. Это сохраняется уже многие годы. Большое видовое разнообразие помощи, которое существует сегодня в краевой столице, создано не случайно. Оно предназначено для более точного понимания проблем населения и, соответственно, позволяет понимать размеры необходимых денежных выделений на ту или иную категорию. И в обязательном порядке рассматриваются семьи с низким уровнем доходов. Это в обязательном порядке рассматриваются семьи, где дети имеют различного рода заболевания, требующие, к примеру, сопровождения. Другие областные специализированные центры здравоохранения. Разного рода поддержки малобеспечены семьям в школах и так далее. Хотя, я вам скажу, что дефицитный бюджет, но все-таки находим возможность закрывать потребности. Все, кому необходима помощь, подчеркивает Георгий Калягин, получают ее своевременно и в полном объеме. Еще один вопрос касался образования на территории Ставрополя. В частности, много говорили о проведенной кампании ЕГЭ. В целом, Ставрополь показал неплохой результат. Однако, анализ показал ряд направлений, которые следует доработать. Выявлено несколько предметов, которые не пользовались популярностью у выпускников 2018. Средний балл таких дисциплин был значительно ниже, что отразилось на всей статистике. Выявление этой проблемы позволит вовремя принять необходимые меры и поднять уровень знания школьных предметов до необходимого уровня.